Здравствуйте! Это программа «Суть дела». 10 декабря состоялось беспрецедентное по масштабам и самое таинственное размещение облигаций в России. Роснефть неожиданно, стремительно и, что удивительно, успешно заняла 652 миллиарда рублей, продав бумаги неназванным покупателям. Объяснений срочности и объема займа может быть несколько – от немедленного покошения крупных кредитов до поддержания производства и приватизации госпакета. Роснефть уже распределила деньги между дочерними компаниями, что выглядит признаком начала более сложной сделки. 625 миллиарда рублей – это 11,5% от общего отечественного рынка корпоративных облигаций. Компания отвела всего час на сбор заявок и успешно его завершила. Единственным организатором размещения стал дочерний банк Роснефти ВБРР. Покупатели бумаг и цель привлечения средств не раскрываются. По данным Московской биржи, самый крупный выпуск облигаций – 175 миллиардов рублей – был куплен за 7 сделок. 9 выпусков объемами по 15-30 миллиардов инвесторы купили за один раз. По двум выпускам было 2 и по двум же 4 сделки. Сама Роснефть лишь сообщила вчера вечером, что вся полученная сумма будет через беспроцентные 6-летние займы примерно в равных долях распределена между 6 дочерними структурами – Ставропольнефтегаз, Краснодарнефтегаз, Пурнефтегаз, Туапсинский НПЗ, Юганскнефтегаз и Северная нефть. По данным аналитиков, покупателями бумаг выступили 4 банка из числа крупнейших, причем в основном это госбанки. И в размещении участвовал ВТБ, покупавший облигации для себя, а не для клиентов. ВБРР, Сбербанк и ВТБ отказались от комментариев. На фоне резкого ослабления рубля власти начали активную работу с крупными экспортерами по поводу их схем продажи валютной вырубочки. Озабоченность ЦБ вызывает то, что экспортеры, отрезанные от возможности рефинансировать валютные кредиты на западных рынках, накапливают валютную выручку под будущие платежи. Роснефти уже вскоре нужно будет уплатить около 20 миллиардов долга. В том числе в декабре и феврале погасить 14 миллиардов взятых на покупку ТНК-БП кредитом. Резкое снижение цены на нефть могло создать и проблемы с обслуживанием долгосрочных кредитов, в том числе в рамках соглашений по поставкам нефти в Китай. Однако тот факт, что Роснефть перенаправила полученные от выпуска деньги своим дочерним компаниям, заставляет предполагать, что само по себе привлечение средств на внутреннем рынке было связано не с выплатами по кредитам. Компания сейчас имеет серьезную потребность в инвестициях, как в добыче, которая может резко снизиться в следующем году, так и в переработке. Роснефть существенно отстает от остальных вертикально интегрированных нефтяных компаний в модернизации НПЗ, так что ей может понадобиться существенный объем средств для инвестиций в производство. С другой стороны, выдача кредитов дочерним компаниям не выглядит как их финансирование, поскольку в этом случае деньги не выделялись бы всем поровну. Это косвенно подтверждает самую необычную из выдвинутых версий. Заем и кредиты могут быть частью сложной сделки, например, элементом схемы по продаже 19,5% акций Роснефти, принадлежащих государственному Роснефтегазу. Глава Роснефти Игорь Сечин вчера подтвердил, что компания ведет переговоры с потенциальными покупателями среди как внутренних, так и внешних инвесторов. Смысл разделения денег в данном случае может быть в продаже бумаг раздробленными пакетами менее 5% каждой, что существенно упрощает оформление сделок. В целом же, на фоне полного отсутствия объяснений со стороны эмитента и властей, размещение вызвало серьезное удивление аналитиков и массу самых удивительных и фантастических гипотез, вплоть до подготовки головной компании к банкротству. Вообще, такого рода таинственные сделки в период финансовой нестабильности, вызванные в значительной степени проблемами нефтяных рынков, явно не способствуют стабилизации финансовой системы России. Кроме того, такой стиль проведения сделок на головокружительные суммы очень уж напоминает эпоху «Байкал Финанс Групп», зарегистрированную в Тверской рюмочной под названием «Лондон». Это была программа «Суть дела». Я думаю, что последствия таинственной сделки с облигациями Роснефти в самые ближайшие дни очень серьезно скажутся на состоянии валютного и финансового рынков. Так что, всего вам доброго. Надеюсь, все же увидимся. Редактор субтитров А.Семкин